Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Тот, кто выращивает пекинскую капусту, вероятно знает, что на нее в первую очередь нападают крестоцветные бложки. Они вот так вот изъедают все листья, видите, вообще испепеляют, кружева одни остаются. И если капусту не обработать, то они обглодают ее вообще до конца. Эти же крестоцветные бложки, они любят также листья редиса и другие капусты. Но вот на пекинскую, это для них первое лакомство, вообще могут изъесть все. Обязательно нужно обрабатывать, но лучше обрабатывать в начале периода вегетационного, потому что у нее очень укороченный срок созревания. И когда вы будете выбирать средства для обработки, будьте очень осторожны. Вот смотрите, есть молния, прекрасное средство, убивает всех, тут написано, и крестоцветная бложка на капусте умирает. Но это средство применять на пекинской капусте нельзя, потому что мы ее кушать будем, например, если она сейчас в таком виде, она бы уже поспела через неделю-две, через полмесяца. А у этого средства срок ожидания 30 дней. После обработки целый месяц кушать мы не можем, там яды эти сохраняются, поэтому оно сильное. Оно подойдет только для обработки зимней капусты, которую мы будем употреблять уже осенью. Вот когда вы выбираете, можно и молнией обработать капусту, можно и вот, фуфанон, оно тоже комплексное. И тут вот указана и капуста для обработки. Так, капуста. Сейчас мы посмотрим срок ожидания. 20 дней. Скорее всего она нам тоже не подойдет, потому что через 20 дней пекинская капуста уже, вероятно, будет съедена нами. Для пекинской капусты можно выбрать только фитоверм. У него срок ожидания очень короткий, по-моему, 3 дня. Я сейчас не... А, можно, вот тут написано, даже за 3 дня до сбора урожая. Поэтому все, что вы хотите обработать, то, что в скором времени предполагаете скушать, например, ридис, пекинскую капусту, обрабатывайте только теми средствами, у которых срок ожидания очень маленький. Иначе вы потравитесь сами и всю свою семью потравите. Вот такими сильнодействующими, с длительным сроком ожидания средствами можно обрабатывать только позднеспелые сорта капусты. Например, капуста для зимнего хранения, капуста для квашения, брокколи, которая быстро созревает, и пекинскую, им обрабатывать нельзя. Я уже сказала, только фитоверм или какие-то подобные, которые быстродействующие. Но я свою обрабатывать не буду, сейчас расскажу, что с нами произошло. У нас стоит в регионе жара, вчера было за 30, сегодня 34. Пекинская капуста, я уже говорила, жару не выносит, она сразу выбрасывает стрелку. Видите, все, она собралась цвести. Все мои труды нынче пропали, из-за большой жары пекинка качан не завязала, а будет цвести. Ее надо, я сегодня же ее выдерну и на ее место посажу цветную капусту. Бывает и такое. Бложка не успела съесть, так жара испортила. Урожая пекинской капусты у нас сегодня нынче не будет. Обычно в мае в это время у нас стоит прохладная погода, сегодня 23 мая, еще должно быть холодок, который любит пекинская капуста. У нас сегодня 34 градуса. Пекинка, все, до свидания, выдергиваем. Я еще когда весной ее сеяла, я сказала, что ее нужно сеять в самые ранние сроки. Она любит холодок, если посеете поздно, в жару она зацветет. Но вот я посеяла не поздно, но она все равно зацвела, потому что после заморозков у нас накрыла нас невероятная жара. Делать ничего невозможно. Ну и пекинская капуста тоже. Кто хочет ознакомиться с другими материалами, заходите на мою страницу в Одноклассниках. Ольга Чернова, 56 лет, город Биск, Алтайский край. Вот сегодня я сняла о луке, о перце, вчера снимала о томатах. Все материалы выложены на странице. Если вы начинающий огородник, для вас это будет полезно. До свидания.